Здравствуйте, я на собеседовании. С этой фразой в наше время обычно начинается разговор с работодателем на приеме на работу. Секретом грамотной подачи себя во время деловой беседы и был посвящен обучающий семинар для студентов автомоторного техникума, который привели специалисты Заволжского бизнес-инкубатора. Внешний облик, правила диалога, зрительный контакт, самопрезентация – все эти моменты, важные для того, чтобы произвести хорошее впечатление, на руководство компании для многих ребят стали открытием. Особое внимание было уделено составлению резюме. Резюме – это тот документ, который работодатель первый увидит у себя на столе. Он может еще не увидеть человека, но уже именно по этому бумажному документу, по этой бумажке, сложит первое впечатление. И сделает вывод, хочет ли он пригласить соискателя на должность к себе уже, чтобы посмотреть ему в глаза. Поэтому надо действительно правильно уметь составлять это резюме. На работе резюме обязательно требует, поэтому от того качества, как ты его напишешь, будет зависеть, возможно, устроишься или нет. Что нового вот здесь вы подчеркнуть для себя? Нового подчеркнул составление резюме именно по каким-то определенным пунктам и как именно нужно себя вести при собеседовании. Ну, как бы я что-то знал, а здесь дополнил свои знания. Написать важную, в общем, важную информацию, которая должна быть в резюме. Опыт работы, какие-нибудь достижения, контактную информацию о работодателе предыдущем, чтобы мог порекомендовать. Рассказать, может, какие качества интересные есть. В принципе, и писать нужно немного. У вас что-то есть уже образование? Да, я обучалась в Нижнем Новгороде в школе по наращиванию ресниц. Имею сертификат, имею портфолио, свои работы могу вам предоставить. Да, конечно, было бы интересно посмотреть. У вас уже были какие-то клиенты, вы уже с кем-то работали? Да, я работала над вами. Продолжением семинара стала деловая игра с собеседованием у работодателя. Двум студентам на выбор предложили конкретную ситуацию, и они попробовали применить полученные знания на практике. Оба с заданиями и каверзными вопросами на импровизированном приеме на работу справились хорошо. Экстремально мне особо, конечно, показалось. Было все довольно-таки спокойно, приближенное к жизни. Я считаю, что на настоящем собеседовании все прям так же, как сегодня было. Мы хотим, чтобы наши студенты, может, они и не будут предпринимателями своей жизни, но чтобы они были предприимчивыми, и чтобы они когда-то вспомнили, что у нас есть в городе бизнес-инкубатор, которому нас многому обучал. Обучал, как стать предпринимателями, как стать людьми, которые могут не растеряться в той или иной ситуации. И многие вещи, которые им не преподают и не рассказывают в их учебных заведениях, мы здесь стараемся об этом рассказать. Обучающий семинар на тему трудоустройства – не единственное мероприятие Заволжского бизнес-инкубатора для студентов. В учреждении разработана целая программа, направленная на знакомство подрастающего поколения и с миром предпринимательства. Будущих бизнесменов надо растить со школьной скамьи, считают здесь. И, как знать, может, кто-то из этих ребят спустя года придет сюда и скажет «Я хочу стать вашим резидентом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова